Сдача выпускных экзаменов – значимый и ответственный день в жизни каждого школьника. Русский язык и математика – это два обязательных предмета, которых необходимо сдать каждому, чтобы получить аттестат о среднем общем образовании. На пунктах проведения экзаменов в двух славянских школах побывали мои коллеги. Обязательными предметами в этом году по-прежнему остаются русский и математика. На прошлой неделе несколько сотен 11-классников славянского района приступили к сдаче одного из основных экзаменов. Выпускники проверяли свои знания по русскому языку. В ходе проведения единого госэкзамена по русскому языку в нашем районе было задействовано более ста организаторов. В каждом пункте работали специалисты, обеспечивающие работу системы видеонаблюдения. Камеры фиксировали происходящее в аудиториях, на входе и в рекреациях. В день сдачи ЕГЭ по русскому языку перед экзаменом наша съемочная группа побывала в лицее номер 4. Там уже в 9 утра собрались взволнованные выпускники. Они поделились своими переживаниями. Волнуюсь, очень сильно волнуюсь, потому что это экзамен, который определит мое будущее, мою судьбу. Оно волнения не есть, но я пытаюсь его утихомирить, потому что готовился и надеюсь, что я сдам и знаю, что сдам. В дальнейшем хочу поступить, как сдам экзамены, в военно-морская академия город Санкт-Петербург. Я хочу стать офицером, а в дальнейшем хочу стать капитаном на корабле. Второй основной предмет – математику – школьники района сдавали на этой неделе. В школе номер 16, как и во всех остальных школах, перед началом экзамена для ребят провели инструктаж. В Славянске-на-Кубани, как и по всей России, прежде чем войти в аудиторию, учащиеся проходят уже традиционный досмотр через металлоискатель. Все гаджеты и, в первую очередь, мобильные телефоны под запретом. С собой можно брать только паспорт и ручку. Безусловно, сдача экзамена – волнительный день в жизни каждого школьника. Существует множество различных примет и поверий, следуя которым можно успешно его сдать. Наша съемочная группа узнала у выпускников, в какие приметы они верят и есть ли у них свои методы, как справиться с волнением. Я, как и все выпускники, за день до экзамена хожу в храм. Как бы, да не знаю, просто пытаюсь успокоиться перед экзаменом, успокоить себя, настроиться и волнуюсь только за ночь до экзамена, а так на утро просыпаюсь, все вроде хорошо. То есть каких-то определенных примет у меня нет. Я, наверное, исключение из всех волнующихся, потому что это второй экзамен, я ни капли не переживаю, не знаю, с чем это связано, может быть, уверенность в своих силах, но как такого волнения у меня нет. Знаю, что пятак можно под пятку поставить, приводит удачу, но я не верю в это. Если суждено написать на два, так ты напишешь на два, а если суждено написать на четыре, на пять, так ты и напишешь. В зависимости от знаний, конечно. Как оказалось, современные школьники – реалисты и не верят ни в какие приметы. Знание и вера в свои силы – вот главное. Главные составляющие для удачной сдачи экзамена, по мнению выпускников. Последний основной экзамен состоится в середине июня. Также ребята, которые по уважительной причине не смогут присутствовать на экзамене или даты проведения экзаменов по двум разным предметам совпадут, могут пройти обязательное тестирование в определенные дни. Тина Копачевская, Георгий Калинин, программа События.